Всем снова здорово, дорогие друзья, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в игру в Monster Hunter World, дополнение Айсбёрна. И в прошлом эпизоде я обещал вам, что покажу то оружие, те инструменты и, возможно, даже доспехи, которые улучшаются при помощи билетов, которые мы выформили в прошлом эпизоде на квесте напряжения, что ли, ну там, где был Зиногр и Нимели. Ну так вот, я узнал, что это такое, и ответ был на самом-то деле довольно-таки простым. У нас до выхода Айсбёрна были коллаборационные квесты, то есть, допустим, вот есть с Ведьмаком. Вот, и эти билеты нам как раз нужны для того, чтобы улучшать все коллаборационные оружки, то есть, допустим, меч и щит Ведьмака, дуалы Цири, что там у нас еще есть такого, что мы... Чарджблейд Данте, допустим, где он тут, у меня, по-моему, его даже нет, возможно. Хотя нет, у меня очень много чарджблейдов. Да, чарджблейд Данте, вот, можно улучшить. В принципе... О, кстати, тут неплохой урон, по-обычной физически. Довольно-таки приятный, слушайте. Вот, ну, в общем, вот такие вот оружки делаются из этих самых билетов. Вот, и что же еще? Также я улучшил себе копье и копьепушку, которые делаются из квеста 50 оттенков белого. Сейчас я хожу с копьепушкой максимальной прокачки. Вот, и что, в принципе, мы сегодня будем делать? У меня появился значок задания. Он там дальше, там, где у нас находится лидер полевого отряда. Вот, и давайте поговорим с ним, может, он нам что-то новое расскажет, что-то новое предложит. Ну что, в путеводных землях пока все путем. У меня есть срочное задание для полевого отряда. Называется «Сладкий сон в объятиях пламени». Для него нужно будет отправиться в древний лес. У наших ученых там какие-то неприятности. Прислали вещь, что им пригодится сила пятого флота. Если этим заняться, у нас освободятся люди для исследования путеводных земель. Кто знает, какие открытия нас там ждут. В общем, охотник, мы на тебя рассчитываем. О, добавлено новое задание «Сладкий сон в объятиях пламени». Ну, это сюжетка, я так понимаю. Отлично, это у нас Розиана и Паулума. Темненько, блин, ненавижу темного Паулума. Хоть надевай этот оберег на антисон. Серьезно. Она усыплять любит очень часто. Ну что ж, давайте начнем. Пойду я с копьепушкой. Покажу, чему я научился на этом оружии. Какие новые приемы все-таки появились здесь. Потому что я долго не мог разобраться, как использовать новый приемчик. Который нам подарили для этого оружия. Ну, в общем, сейчас покажу, где у нас, в принципе, может быть. Наверное, вот на этой локе находятся эти монстры. Вот, и вообще, по-хорошему, по-хорошему, нужно покушать на... Как же называется? Нужно покушать на бомбардира. То есть, на навык бомбардира. Вот, но сейчас я не хочу билеты тратить. Талоны, это как бы дело такое. Так что давайте заплатим деньгами. Посмотрим, есть ли у нас где-то здесь. Счастливый код. В общем, давайте возьмем тарелку бомбардира. С надеждой на то, что нам все-таки дадут навык бомбардира. Это у нас есть шанс? О, отлично! Код бомбардир. Кстати, код написано с двумя буквами Т. Это нормально или нет? Ну, в общем, ладно. Мы покушали на бомбардиры. Это очень хорошо. Потому что для копьепушки это очень полезный навык. Ну, для чаршблейда тоже неэлементального хорошо. Но, знаете, на самом-то деле я... Как бы у меня стиль игры на копьепушке немножечко отличается от... Как бы... Вида... Выстрела копьепушек. То есть, как вы видите, у меня три снаряда. И то один я увеличение боезапаса поставил. Вот. А это значит, что у меня их вообще два. Но было бы неплохо, если бы зарядов было пять, наверное. Потому что я использую определенную комбинацию. Я ее же показывал в прошлом. Ну, в общем, как-то так. Кстати, в этом комплекте у меня наушники прям, можно сказать, даже замакшены, что ли. Потому что, как бы, качество проведения комбинации мне как бы нужно. Так, вот у нас следы оставили. Ух ты, вот она, розьяночка. Сейчас, сейчас мы ее, как бы, отправим. Вот для... Вот в таких ситуациях мне и нужна, как бы... Мне и нужны... Так, зацепил, отлично. Это у нас, скажем так, такой заряд самострела, который цепляется за монстра. И потом его можно будет дамажить, допустим, выстрелами. И каждый выстрел по этому снаряду дамажит дополнительно. То есть сейчас я попробую показать это. То есть по 81... По 81... По 81 единице урона с каждого выстрела нашей обычной пушки. А сейчас я попробую показать, сколько выстрелов... Ну, то есть сколько урона пройдет, если мы будем стрелять по этой херне. Так, хорошо. Давайте стреляем. То есть 3 выстрела по 81 и плюс по 65 за каждую. Ух ты, еще и хвостик там неплохо прошло. Хорошо. Блин, сбивает меня. Ух ты. Тихо, отойти бы. Похиляться. Что-то очень больно дамажит. Но оно понятно, все-таки закаленная розьяна. Так что, так или иначе, опаснее, чем обычная. Ой, хорошо, я еще и оседлал. Отлично. Можем попробовать, кстати, хвост дамажить. Потому что там как раз... Наши самострелы закреплены. Да, давайте хвостик пытаться. Потому что финальный удар, который мы нанесем... Скорее всего, ее... Ну, то есть, нанесет дополнительный урон. Блин, не захотела. Так, быстренько добегаем до вот этой части. И начинаем стрелять потихонечку. Отлично. Хорошо зацепилась. Так. Немножко смещаемся короткими... Прыжками. Ау. Хорошо не зацепила. Блин. Тут неприятно. Перезаряжаемся. Так, она сейчас будет... Скажем так, нас пытаться отравить. Так, вроде нормально. Хорошо. Блин, нет. Ау. Ну, хорошо, хоть попал выстрелами. Ау. Блин, не зацепил. Я думал, что последний удар все-таки я ее зацеплю. Ладно, ничего страшного. И чтобы... Ну, то есть, как только они улетают, и как только скрываются из виду, у них спадает эта фигня, которую мы прицепили в самом начале квеста. Но если, в принципе, это какая-то аренка, то, скорее всего, это, скажем так, этот самострел, который закреплен на монстре, будет до конца. До конца самого квеста. Ну, пока мы его не убьем. Вот. Он потом сам отваливается как-то во время смерти. Так, ну что ж, полетели. Нам... Не забываем, что нам еще Паулуму нужно убивать. Так что... Это тоже, как бы, довольно-таки важно. Ну, насколько я знаю, максимальный уровень, который мы сейчас можем мастеранга апнуть, это у нас 47-й, что ли, или 49-й. Вот. И чтобы апнуть дальше, нам как раз, скорее всего, для этого нам и дали этот квест. Могу подозревать. Так, иди сюда, я тебе сейчас покажу, где жабы зимуют. Хорошо. Нет. А, запараличилось. Отлично. Так, хорошо. Цепляем. Отлично. Ой, как хорошо зацепилась. Ой, хорошо, она еще упала. Отлично. И потихонечку продолжаем комбинацию. По сути, бесконечная комбинация. Ну, единственное, если С нас... Так, так как у нас наушники, мы не боимся вот этого всего. Так, чуть вперед. Так, хорошо. Так, хорошо. Она уже почти погибла. Ну, скажем так, да, мы почти ее убили. Погибнуть самой слишком много чести, скажем так, для монстра. Ладно, шучу на самом-то деле. Как бы мы тут все-таки гости на континенте, а хозяев леса как бы начинаем истреблять. Тоже не очень хорошо. У Гайалака. Привет. Вы мне сейчас неинтересны. Сейчас новые ребята появились. Бо-бо, если не ошибаюсь, они очень... Даже лучше дамажат, чем Гайалака. Кстати, а я не выпил зелек. Я даже не выпил зелек, уже начал с ней сражаться. И, смотрите, даже проблем не ощутил. По сути. По сути. Это... Ну, то есть, скажем так, я просто на отвали, скажем так, использую... Так. Наверное, сюда нужно. Вот. Я использую просто так одну комбинацию подряд. То есть, раз комбинацию провел. Два комбинацию провел. Три комбинацию провел. Она встала. Еще раз продолжай комбинацию. Все равно, неважно. Ну, короче, таким образом, как бы, не сбиваясь с темпа, потихонечку убиваю. Так, а куда нам нужно? Нам, по-моему, нужно аж на самый верх. Если я не ошибаюсь. Если не туда, то печально. Вот куда-то сюда нам нужно. Давайте сходим. То есть, как вы видите, под заточкой как раз показан этот заряд. Заряд самострела, который мы нацепили на копьепушку. То есть, это означает, что если мы будем применять драконий удар, то как раз сможем довольно-таки неплохо потом в дальнейшем дамажить. Так, мы можем взорвать, а можем словить. Но я хочу взорвать. Так. Сделаю вот так вот. Она не умерла? Да ладно. Блин, сбила. Я цеплять на нее не буду, эту. Да и пара ударов осталась, по-любому. Ауч. Пара ударов, но... Она все равно еще живет довольно-таки сильно. Так, есть вариант натолкнуть ее... А, стоп. Какой натолкнуть нафиг на стену? Блин, она в ярости. А я собираюсь ее на стену натолкнуть. Тихо, тихо, не кусь. Не кусь я очень... Айдь. А вот сейчас я уже начинаю испытывать проблемы. Лучше б я ее словил, честное слово. Это добивание? Да блин, допей ты уже это зелье. Это зелье. Да ладно. Ой, еще и стан. Шикарно. Сейчас плюнет огнем, и мне в жопу может прийти. Потому что удары огнем довольно-таки болезненные. Плюс еще ожог мог получить. Так, палик, а ты собираешься добивать? Так, добиваем. Ой, хорошо. О, отлично. Зверь убит. Одну тычку оставалось нанести. Давайте, конечно же, ее облутаем. И осталось только Паулум. Но где Паулум искать, я понятия не имею, потому что в Дикогоре Паулум не водятся обычно. Но хотя, вроде один раз я Паулум увидел в определенной зоне. Сейчас мы туда полетим. Пойдем? Полетим, скорее всего. Так, отлично. Кстати, ресурсы с Ротиана мне там нужны были на что-то. Вот, нам нужно в лагерь 8. Там неподалеку. Кстати, надо бы пополнить себе запас хилок, потому что что-то я много потратил. На самом-то деле в Айсберне очень много хилок уходит. Не знаю. Ну, то есть это связано с тем, конечно, что монстры дамажат. Вот, как бы за один удар почти на фулл, то есть 70% здоровья сносят. Поэтому нужно выпивать минимум 2 зельки. Тем более не всегда получается зельку до конца выпить. То есть у нас иногда просто получается, как мы просто пьем зельку, и она как бы прерывается, потому что нам нужно кувыркнуться и вернуться от монстра, чтобы лишний раз нас не надамажило. Поэтому приходится очень много их применять. Так, я на карте до сих пор не вижу Паалуму. Вроде бы уже следов насобирал. Но Паалуму я не вижу. Ну, вот вроде в этой зоне она должна быть. Если не в этой, то она должна быть там, где обычно Анианат обитает. То есть там, где горка есть. Сейчас попробую показать, где. Вот, вот здесь на выходе. На спуске, в принципе, часто очень находится. Чаще всего видел, точнее, ее здесь. Окей, сказал, я не так... О, да, вот. Ой, хорошо, еще на... А, не, не на голову зацепил. Так, хорошо. Сделаем вот так вот. А я могу тебя... Так, а теперь полететь хоть куда-нибудь. Нет, стоп. То дерево не физическое, к сожалению. Поэтому... Так, где-то здесь... А, камешек, да, был. Лети сюда. Да, хорошо, паралич. Или мне показалось? Не, показалось. Так, попробуем ее так спустить. Крыло зацепилось. Но это не то, что мне надо. Хорошо, скорее всего. О, да, хорошо, еще дополнительный урон прокнул. Блин, вот как с ней сражаться? Они постоянно в воздухе. Неприятные. Ого! Ну, то есть, вы видели, сколько она урона нанесла. Это в разговорах о том, что они наносят больше, чем 70% здоровья. Урон больше, чем 70% здоровья. Вы сами все это могли видеть. Так, надо побафаться как-нибудь. Да, как раз у меня есть зельки. Отлично. Покушать второй раз, скорее всего, мы не можем. Ну, ладно, ничего страшного, на самом-то деле. И давайте пользоваться, скорее всего, зерном вспышки, потому что я не знаю, как ее спускать иначе. То есть, если мы будем пытаться постоянно цепляться, это как бы может не очень хорошо для нас обернуться. Так, и сейчас мы... Нет, стоп. Сейчас мы сначала зарядим наш самострел. Ну, как самострел? Пушку. Вот, хорошо. Соберем еще косточек. И, скорее всего, благодаря временного покрова будем за нее цепляться. Вот, чтобы она нас не убила там, чтобы урон не проходил. Пока мы будем на ней висеть. Так, давайте также еще заточимся параллельно. Конечно же, куда без этого. Ну, на самом-то деле, как-то так прям вначале отъехать такое себе. Ну, ладно. Учитывая то, что Розьяну я победил, можно сказать, даже толком не получив, скажем так, урона. Ну, то есть, не падая в обморок без напряга, а тут как-то сразу так резко. Так, я буду цепляться за голову. Буду тебя так спускать. Отлично. Ой, как хорошо. Хорошо. И продолжаем комбинацию. Ой, хорошо. Ой, как приятно-то. Что ж такое? Хорошо. Еще попадаю каким-то чудом я по этой фигне. Ух ты, это как я сделал? Я еще раз так хочу. Я еще раз так хочу. Стоп, я увидел новый прием. Спрыгиваем с этой. О, и выстреливаем. Слушайте, это не новый, по-моему, прием даже. Он уже был? Если я не ошибаюсь. Но, все равно, я его как бы не так часто использую. Ребятки, если вы шарите, подскажите, знаете ли, ну, то есть, был ли этот прием до Айсберна или нет. Потому что я его вижу, если честно, впервые. И это на самом-то деле прикольно. Так, давайте снимем временной покров. Надеюсь, она сейчас где-то на земле будет сидеть. Блин, не, ну, классно. Слушайте, в прыжке можно выстрелить сразу всей обоймой. Это очень... Это очень быстро на самом-то деле. Быстрее, чем проводить вот эту комбинацию, которую я обычно провожу. На самом-то деле. Так, давайте подхиляемся на максимум. Сделаем. Так, а вот здесь ее можно, я думаю, толкнуть на стену. А, стоп, нельзя толкнуть на стену, потому что... Потому что монстр в ярости. Так, хиляемся после каждого раза, когда за нее цепляемся. Так, обязательно, обязательно дамажим конкретно в голову, потому что... Блин. Чтоб тебя... Усыпило? Усыпило. Так, ладно, хиляемся. Вот, кстати, по крови скалы это было очень опасно, потому что я мог просто... Не отлететь, не отпрыгнуть и... Стоять на месте дальше. Ладно, в крыло ударим уже. Какой-то урон прошел. Ух ты, и все. Давайте новую зацепим. Хорошо, опять в шею. Ой, хорошо. Блин, опять сон. Да чтоб тебе. Ненавижу Паулуму начну, честно. Вот если раньше только там у какого-нибудь урагана или у... Радобана были атаки, которые усыпляли, то здесь вот эта вот фигня очень часто усыпляет. То есть ураган и радобан, они как бы чередуют там ураган, взрыв, а потом сон. А у радобана, я кстати не помню даже, это атаки снотворный. Но по-моему он только ее использует. Но редко. А тут это прям максимально часто. Так, стреляем в голову. Хорошо. Покров скалы закончился, и не говори, что я опять спать буду сейчас. Спасибо. Не сплю, хорошо. Так, бедных... Динозавриков атакует. Тварь. Как мне вообще по-хорошему подточиться бы сейчас? Но мне не разрешит. Паулуму. Так, я хотел бы еще и оседлать. К тому же. Ой-ой-ой, туда точно прыгать не надо. Иди сюда. Не, я не буду в этом ветру. Хотя, буду. Ой, отличненько. Дополнительный урон прокну. Тихо. Стоп, мы можем ее... Да, мы можем ее на стену толкнуть. Хорошо. И-ей. Иди. Так, сейчас бы как-нибудь в сон не попасть. Под эффект сна. Ой, хорошо прокает там. Так, сломалась, да? Да, сломалась. Сломался самострел, который мы на нее подцепили. Ой, хорошо. Там еще и Палика так приятно дамажит. Ой, хорошо. Отлично. Потихонечку дамажим. То есть, нас, по сути, не всегда может сбить. Она. Так, и вот сейчас точно уж мне нужно подточиться, потому что зеленая точка, конечно, плохо. Но, на самом-то деле, на копье пушки не особо нужна заточка, потому что все-таки урон все тот же идет от, скажем так... Ай-яй-яй-яй-яй. Урон все тот же идет от выстрелов, если не ошибаюсь. Да ё-моё, чтоб тебя. Да, как-то так. Усыпило. Ну, ладно, что ж, бывает. Блин, не, ну это максимально неприятно, на самом-то деле, что такая атака есть. А есть антисонный покров какой-нибудь? Было бы, думаю, неплохо. А, да, у нас урон как бы не уменьшается с заточкой, с выстрелов. Я думал, что-то у меня было изначально 81 единица, а теперь 75. А потом вспомнил, что у меня был бомбардир. То есть я покушал на бомбардира, и после первого обморока я как бы потерял возможность дамажить чуть больше. Вот, так что да. По сути, урон с взрывов не меняется. Единственное, что меняется урон во время ударов обычных. Вот, как-то так. Фух. Ну что ж, поехали. Последняя попытка. Блин, что-то вроде как по Улуму монстр, ну, немножечко послабее, чем Розиана должен быть. Тем более закаленный. А тут вот так вот вышло. Но на самом-то деле, как я и сказал, этот сон, это единственное, из-за чего он, этот монстр создает проблему. Так, ой, он... Стоп, а ты... Погоди, погоди, погоди. А ты случайно не лови вибельный? Или как это сказать? Можем даже еще вот так сделать. Нет, ловушку я не хочу ставить. Так, ставь эти. Так. Давайте пьем зельки параллельно. Конечно же. Так, и в прошлом эпизоде я как бы пытался поставить как можно больше коктейлев Мяутова, но оказывается их ограниченное количество, и остальные все другие взрываются. Так, хорошо. Отлично, хорошо. Шикарно. Только посмейте, блин, ягросы не испортить всю малину. Ой, отлично, хорошо. Добил. Фух. Оказывается, можно было словить. Ну ладно, не словили, не словили, ничего страшного. Как бы убийство и ловля, это по сути одно и то же. Если бы, конечно, был квест на ловлю, то я бы... Немножечко нет. Немножечко проиграл бы эту игру, но... Вроде нормально. Два обморока на самом-то деле от одного монстра. Ну, такое себе. Но это по улому, который усыпляет, блин. Если честно, я пока не вижу особого смысла надевать какой-то... Ну, не надевать, а какие-то самоцветы ставить на антисон, потому что... Ну, это строение билда придется менять, а это не очень хорошо. И тем более покрова на антисон, по-моему, нет такого. Ну, я могу ошибаться, дорогие друзья, просто я... Как бы только основные знаю там. Покров скалы, покров временной, покров уклонения, покров огнестойки, покров дракана стойки, покров импульса. Ну, а все, остальные так... Как бы поверхностно, знаю, слышал. Вот. Как-то так. Ну, что ж. Вроде бы как все. Вроде квест закончен. Сейчас посмотрим, что нам вообще скажут. Ресурсов не так уж и много. Ну, ладно. Ладно. Ух ты, это что у нас? Улучшение уклонения. Уклонение, кстати, в последнее время... Я задумываюсь. Уровень районного путеводных земель понижен? В смысле? Как понижен? Может, повышен? Район достиг уровня 5? Но мне пишут понижен. Чего? Чего? Это очень забавно на самом-то деле. Ну, слушайте, 21 минута по 10 минут нам монстра. Учитывая то, что они ослаблены, на самом-то деле это очень много по времени. Потому что все-таки это виверны обычные. Это даже не древние драконы. Нужно побыстрее. О, ранг мастер 53. Да, на 49-м у нас ограничения, потом у нас ограничения спадают после этого квеста. Вот. Ну что ж, дорогие друзья. Мы апнули ранг выше 50-го. Дальше буду ходить в путеводные земли. Если найду там что-то интересное, конечно же, будет об этом эпизод. Также, если будут новые события выходить, новые монстры, как бы от меня эпизоды не заставят себя долго ждать. Они будут выходить обязательно. И надеюсь, вам понравится. Опять же, ребятки, если у вас есть какие-то вопросы, подсказки, советы, пишите их в комментарии. Если у вас есть претензии к билду, пишите, как мне его исправить, как мне его улучшить. Или если вам нужен какой-то билд, ну хотя я в этом не очень хорош, в построении билдов, вы тоже можете спросить. Я вам подскажу, что знаю. Вот. А на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Увидимся в следующем эпизоде или любом другом видео. Всем пока.